Вы слушаете Радио Болткома. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит, и тебя тоже вылечит. Всем доброе утро, здравствуйте, начинается, да, действительно, программа «Диагноз недели», которую вы еще услышите в 16 часов. Ариэль Резник-Мартов, врач-психиатр-психотерапевт в нашей студии. Здравствуйте, с Новым годом, с наступившим 2021. С новым, надеюсь, с новым счастьем. Хотя старого бы добрать. Новый год нам как-то показал, наверное, как на самом деле хрупкие наши привычки и традиции. Вдруг выяснилось, что и дома мы сидеть должны, и в гости к друзьям сходить не можем, и даже по городу прогуляться. Мы, в общем-то, привычны к тому, что есть некие традиции, некие, не знаю, стереотипы, и нам с этим обычно жить спокойней. И когда эти традиции вдруг нарушаются, это одна из наших слабых точек, одна из наших уязвимостей. И вот это, о чем я сегодня хотел бы поговорить, это о нашей человеческой уязвимости, о том, что делает нас беззащитными в какой-то момент для самых разных событий, людей, что делает нас, в какой-то степени, наверное, людьми, так ли уж, что плохо быть уязвимыми. Ну, наверное, самый такой пример уязвимости – это всем известное выражение Ахиллесова пята из древнегреческой мифологии. Великий герой Ахилл, погибший под стенами Трои, перебивший перед этим множеством народу, которого, по легенде, его матерью была нимфа Фетида. Когда родился ребенок от смертного, она хотела сделать его неуязвимым, бессмертным, и по одной из версий окунала его в воды реки Стикса, протекающих в царстве мертвых. И чтобы не упустить ребеночка? Держала за пятку, держала за пятку, и это осталось единственным уязвимым местным его телем. По другой версии, она погружала его в некий волшебный огонь, который должен делать его неуязвимым. Но тут сбежал отец его, царь Пелей, который не знал подоплеки всей этой истории, решил, что происходит ужасное, вырвал ребенка у нее из рук, и поэтому не дал закалить его до конца. В итоге, как нам всем известно, царь, бог Аполлон направил стрелу Париса, которая поразила Ахилла в ту самую пятку, отчего он и умер. И нам на память осталось у каждого человека в ноге Ахиллова сухожилия. До сих пор эта история в нас отзывается. Что делает уязвимыми нас? Наверное, одна из каких-то важных задач для каждого человека – это понять, в чем его уязвимость, в чем его слабое место. Оно варьируется, оно у всех свое. И можно, конечно, говорить в первую очередь об уязвимости против разнообразных манипуляций. То есть мы уязвимы для недобросовестных людей, которые хотят получить некую выгоду. Мы уязвимы в невротических отношениях, в которых партнер или друг, или еще кто-то тоже каким-то образом решает свои проблемы за наш счет, осознанно или бессознательно. Мы уязвимы для самых разных видов рекламы. Политической рекламы, коммерческой рекламы, которая всегда ищет некие возможности добраться до нас и заставить нас сделать что-то, что нужно отнюдь не нам – проголосовать, купить и так далее, и так далее. Что обычно является для человека, для самых разных людей, то есть самой ахиллесовой пятой? Если мы говорим об отношениях, то обычно, это уже неоднократно звучало, это не новость, но одна из самых обостренных, болезненных точек человека, который можно воздействовать – это чувство вины. Ну вот, когда партнер начинает давить на самое больное место, ты же обещал, ты не сделал. Ты обещал, ты не сделал, ты сделал меня несчастным или несчастным, ты не дал мне то, что был должен. Это обязательно партнер, это дети, упрекающие родители, и родители, упрекающие детей. И этому, не знаю, я сейчас начну перечислять, найдется множество историй, начиная от родителей, которые… Попрекают детей, куском хлеба там, да. Не даже куском хлеба, вот я всю жизнь посвятил тебе, я все делал ради тебя, а ты теперь и так далее, и так далее. Дети, которые говорят родителям, вы меня очень модные и, отвратительное слово, недолюбили, и теперь я из-за вас беззащитен или беззащитна, и вы должны мне теперь давать много всего, потому что вот из-за вас мне плохо. И компенсировать это можно или бесконечной заботой, или бесконечными финансовыми вливаниями и так далее. Один молодой человек, на мою память, так с его родителем, вот вы меня недолюбили, теперь я в жизни не приспособлен, и вы должны давать мне деньги и всячески мне помогать пожизненно, в общем-то. Что еще мне приходит на ум? Супружеская пара, у мужа с женой некоторые проблемы в сексе. То ли слишком быстрое наступление оргазма, то ли еще что-то, это достаточно давняя была история. И жена, которая говорит мужу, я несчастная женщина, ты сделал меня несчастной. Она постоянно рассказывает, потому что как она несчастна, но не уходит от него. И под лозунгом, ты сделал меня несчастной, и мне надо теперь хоть как-то радоваться в жизни, на мужа постепенно, помимо зарабатывания денег, перегрузились все домашние и хозяйственные работы, обязанность постоянно отправлять жену в какие-то путешествия, курорты и тому подобные места. И все это под лозунгом, ты виноват, и ты должен искупать свою вину. Далее, что у нас еще есть? Ну, например, в диалоге последних лет отдельных представителей нашей, скажем, латышской и русской общины, апелляции к чувству вины звучат постоянно. Да, это любимая тема. Да. Одни говорят, вы здесь оккупанты, вы потомки оккупантов, вы здесь чужие, поэтому должны все понимать и особо не высовываться и ничего не требовать. Другие говорят, вы лишили нас нашего языка, всего, и поэтому. И это тоже такой вот мячик вины, который перебрасывается друг к другу постоянно. Хотя, казалось бы, что-то конструктивное, пора говорить о том, кто в чем виноват, и начать что-то делать каждому для себя. Но вот, Рейль, не получается ли так, что чувство вины апеллирует все-таки к чувству порядочности? То есть, непорядочный человек, он не будет просто испытывать чувство вины, и вот именно порядочность оказывается той самой ахиллесовой пятой, что человек начинает испытывать эту вину. Ведь может же человек сказать, никто, вам ничего не должен, идите вы все лесом. Я думаю, что это совершенно не исключает понятие порядочности. Порядочный человек – это тот, который не делает подлостей, но не тот, который позволяет ездить на себе верхом и вытирать все ноги. Это не признак порядочности, по умолчанию встречать согласием любое обвинение в свой адрес и выполнять любые требования и ожидания. Поэтому я думаю, что… Вообще, понятие порядочный человек, оно тоже такое достаточно условное. Наверное, есть на свете, мало на свете людей, которые никогда в жизни не делали чего-нибудь нехорошего. Вопрос, наверное, общей суммы, и потом… Это имидж порядочный человек, или человек по сути порядочный, это отдельная тема. Что ещё делает нас уязвимыми? Ну, как ни странно, нас уязвимыми делает любовь. И здесь можно говорить, что подлинная любовь, особенно обоюдна, взаимна и так далее, и так далее, она никого не сделает несчастным, но не совсем так. На самом деле, людей очень многое заставляет терпеть, смиряться с этим. Именно то самое чувство любви. Она не всегда обоюдна, она не всегда разделена, но при этом человек, который любит, готов многое прощать, человек, который любит, готов многое стерпеть, готов во многом пойти на компромиссы, поступить своими интересами и так далее, и так далее. К сожалению, с другой стороны, очень часто найдётся человек, который будет осознанно или бессознательно этим чувством любви манипулировать. Так или иначе, но ты меня любишь, неужели для меня этого не можешь? Это очень часто прелюдия к целой череде разнообразных требований, к целой череде разнообразных условий, которые загадяются в вторую сторону снова и снова. Это обязательно, вот здесь не обязательно речь идет о чувстве вины. Здесь идет об апелляции к чувству любви. То есть вот если человек, у человека есть любимая, но малооплачиваемая работа, и вот он может чувствовать, ну, кстати, вот чувствовать эту вину, что он не может обеспечить семью, ему нужно, получается, пожертвовать своей любимой работой, пойти на какую-то нелюбимую, но более приносящую больший доход. Ну, или это, в принципе, не является манипуляцией, а... Я думаю, что это осознанный выбор самого человека. Но, опять-таки, у всех есть, у человека говорят, что... Я думаю, что мы через это многие проходили в те самые 90-е годы, когда надо было или сохранять любимую профессию и получать копейки, или бросать и идти куда-то, где можно заработать больше, или перегружать всякими дополнительными заработками. Через это многие проходили, и я через это проходил в свое время. Но здесь, не знаю, манипуляции, когда человеку говорят, что твоим детям нечего есть, а ты сидишь на любимой работе, можно назвать это манипуляцией, а можно назвать это тем, что есть какие-то жизненно важные потребности, и человек вынужден на какие-то компромиссы. И это уже, наверное, его отношение со своим, моим первым, чувством вины, первым, чувством ответственности. Ответственность, вина, долг – такие достаточно родственные понятия. Есть люди, которые говорят слово «ответственность» – отвратительное слово, терпеть его не могу. И это такой достаточно детский подход. Потому что хорошо быть свободным и ни за что не отвечать. Но это чаще всего подход ребенка или подростка, но не взрослого человека. Замечать, дети, подростки, на понятие, ты за что-то отвечаешь, реагируют обычно крайне обостренно. Они не хотят ни за что отвечать. Они хотят той самой свободы. С другой стороны, человек с гипертрофированным чувством ответственности, этот все тот же очень уязвимый человек для кого угодно. Для руководства, коллег по работе, близких людей и так далее. Я еще раз хочу повториться, что манипуляция не всегда осознана. Когда близкий человек транслирует тебе «я несчастен» или «я несчастна», и совсем не всегда это манипулятивная фраза, холодно обдуманная и выношенная. Это очень часто звучит совершенно искренне. И когда эта фраза приходит к второй стороне, к реципиенту, так сказать, то это уже его дело, его ответственность разбираться с собой, со своим чувством долга или своим чувством любви и так далее. То есть, помню, что нашими уязвимыми местами могут являться вполне себе светлые чувства. Любовь, ответственность за своих близких и прочие вещи. Не может ли быть здесь прямо такой, сейчас будет, конечно, аналогия очень странная, что ворам в законе запрещалось заводить семью именно для того, чтобы не становиться уязвимыми и не поддаваться на какие-то возможности манипулирования ими? Я ни разу не общался с ворами в законе, поэтому мне трудно, наверное, на этот счет иметь свое мнение. Ну, человек без семьи одинокий, он выглядит, как будто мы, когда смотрим боевики, мы всегда видим, что если у человека вот есть, ну, как бы у главного героя есть семья, обязательно злодеи воспользуются, там, похитят его, там, не знаю, ребенка или жену. Ну, то есть, это будет как использовано в сюжетной линии. И одинокий герой, герой-одиночка, ну, классический пример Клинта Ислуда, там, который ездит с Кольтом по вестернам в Серджо Леоне, вот человек без имени, без семьи, на которого невозможно оказать давление, который ни от кого не зависит, и от которого свободен. Герои, боевиков, мачо и супермены – чуть однобойкие персонажи. Они в жизни совсем не всегда встречаются, потому что, может, каждого из нас родили папа и мама, и в каждом из нас есть и мужская, и женская составляющая – эмоциональность, чувствительность и так далее. Поэтому я думаю, что герои боевиков Клинта Ислуда, неважно, это «Грязный Гарри» или вестерн Серджо Леоне, это достаточно однобойкие персонажи. Все застойчены под брутальное поведение, стрельбу, знаменитую фразу из «Грязного Гарри» – «Make my day punk» и так далее, и так далее. Но сам Клинт Ислуд в реальной жизни – человек, отлично, кстати, играющий джаз на фортепиано, сколько я, семьянин, и, в общем-то, не похож на свои экранные образы. Кстати, об уязвимости и брутальных персонажах. Все мы знаем, что на свете существуют тираны. Все мы знаем, что есть семейные тираны, есть тираны в более глобальных масштабах. Но что интересно, тираны, на самом деле, тоже очень уязвимые люди. Я, опять же, слышал от своих пациентов про кого-то из родителей или супругу, которые обычно были мужчины чаще всего, такой, который кормит всю семью, гнева которого вроде как все боятся, он грозный, он категоричен, он всех подавляет своим мнением. Но, как ни странно, я очень часто слышал историю о том, что нельзя папе такого сказать, он обидится. Не то, что он разнесет всю мебель, выгонит на улицу, он обидится, он расстроится. И даже у тиранов очень видна эта, та самая часть обиды. Вот запомнилась история одной женщины, которая сказала про своего отца, который тоже был такой вот типичный, категоричный тиран, правитель, держал семью в жестких руках и так далее, и так далее. Он как-то пришел домой, а как-то так случилось, что для него не приготовили обеда, его не ждал обед. Вот он демонстративно взял, открыл банку консервов, сидел, ел ее, и по лицу у него текли слезы. Вот эта картина, хотя я знаю только по рассказам, не очень живо представляется. Опять та самая уязвимость. Вроде бы жесткий, властный человек. Но очевидно, вот где-то это ощущение, меня не любят, обо мне не заботятся, меня не приготовили поесть, делает его обиженным ребенком. Казалось бы, кто бы мог такое ожидать? А вот поди ж ты. И я думаю, что очень часто человеческая уязвимость лежит за пределами общепринятых стереотипов. Если... Звонок? Да. А, вот пока мы говорили, есть звонок, да. Доброе утро. Да, Лариса, здравствуйте. Я читала воспоминания Светланы Авилуевой. Она там пишет, что вот когда его жена застрелилась, Старина, то у него очень резко изменился характер. Она где-то слышала, что он говорил, что она его предала и тому подобное. Вот после этого он перестал людям верить, стал более жестоким и тому подобное. Я не знаю, правда это или нет, но вот в воспоминаниях Светланы это было написано. Спасибо. Спасибо, Лариса. Да, наверное, тоже пример. Тоже пример. Человек, у которого вдруг любимая женщина поступила так, что она стала уже недоступна. И, наверное, это тоже даже такого человека, как Сталин, это ранило и сделало на какое-то время несчастным. Пришел вопрос. Вот нам написали на номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Почему красивые женщины, как и красавцы-мужчины, склонны к иждивенческому поведению, постоянному поиску более богатого супруга? Ну, честно говоря, я бы сказал, что это... Обобщение. Всякое обобщение несправедливо. А это обобщение, мне кажется, как-то совсем несправедливо. Потому что я знаю немалое количество красивых женщин, которые не склонны к иждивенчеству, которым хочется, у которых есть любимая профессия, в которой они многого добиваются. И есть красивые мужчины. Честно говоря, вот таких вот красивых мужчин, что называется, альфонцев, иждивенцев, я за свою жизнь встречал, ну, по пальцам перечесть, и одной руки будет слишком много. Поэтому, мне кажется, это на совести автора этого вопроса, может, это ваш личный опыт у вас вызвал такое отношение к красивым представителям рода человеческого, но я бы с вами здесь не согласился. Хотя, ну, человек, который склонен к иждивенчеству, может, конечно, предположить, что это какой-нибудь тоже манипулятор и так далее, и так далее. Но мне больше кажется, что человек склонен к иждивенчеству, иждивенчеству – это его ахиллесы выпитают как какая-то неуверенность в себе. Он не доверяет себе, что у него есть достоинства, помимо внешности. Он не доверяет себе, что у него есть какие-то возможности чего-то достичь в этой жизни, прикладывая ум, талант, учаясь, работая. Это тоже, в общем-то, мне кажется, в первую очередь о неуверенности в себе, а не о чём-то другом. А есть какие-то холодные хищники, тоже какие-то такие стереотипы. И такие, наверное, тоже есть, но, наверное, у каждого из них, даже у очень холодного хищника и иждивенца, манипулятора, есть своя ахиллесова пята, и я думаю, что найти её не так уж сложно. Но вот тут слушатель уточнил, он говорит, я имел в виду молодое поколение. Ну, то есть, наверное, вот молодое поколение таких красивых девочек, которые, ну, не секрет, что мы видим постоянно в социальных сетях, когда молодые девушки оценивают мужчин с точки зрения их материального положения. То есть, я буду встречаться с мужчиной только, если он зарабатывает там и определённые там эти суммы. Я не знаю. Я, честно говоря, с молодым в Калиме и дело. И у меня есть молодые пациенты, и есть молодые люди, которые знакомы моих детей и так далее. Честно говоря, по-моему, насчёт нынешнего молодого поколения, это крайне несправедливое утверждение, потому что я точно знаю большое количество интересных, умных, молодых людей, которые учатся и в Латвии, и за границей, которые стремятся делать карьеру, которые стремятся научиться какой-то интересной профессии. Поэтому молодое поколение было массово склонно к ежедневенчеству, ну, я бы не согласился. Наверное, да, наверное, есть, как всегда, некое количество людей, которые идут наиболее простым путём и хотят обеспечить себе, так сказать, богатую жизнь без особого приклада каких-то талантов. Ну, в общем-то, с другой стороны, ну, честно говоря, когда девушка, если мы, наверное, обвиняем в адрес девушке, если девушка хочет себе партнёра реализованного в этой жизни, который владеет профессией, который интересен, который как-то в этой жизни состоялся, или у него есть перспективы состояться, то вряд ли он может это осуждать. Но может ли красота быть уязвимым местом? Я имею в виду то, что красивая молодая женщина, чувствуя внимание мужчин, понимает, что это внимание не за счёт её ума, таланта, образованности, образованности, а исключительно, ну, вот животные какие-то, ну, вот абсолютно такие инстинкты, которые возникают в мужчине, когда он сразу представляет её себе, ну, условно говоря, с ней в постели? Ну, во-первых, почему они животные? Они очень человеческие инстинкты. Я думаю, нет ничего ужасного, человек видит красивую женщину или женщина видит красивого мужчину, просто интересно представляется с ним в постели или с ней. Я, честно говоря, не вижу, в чём проблема. Если человек считает, что все его достоинства сводятся только к внешности, то я ещё раз повторюсь, что, наверное, человек очень не уверен в себе в каких-то остальных аспектах. Но вот эти вот стереотипы, животные инстинкты, низменное влечение и так далее, и так далее, я не думаю, ну, да, наверное, есть люди, которые хотят от кого-то только этого. И это выбор человека, который на эти желания отвечает, отвечать на них или не отвечать. То есть если речь не идёт о насилии, о принуждении и так далее, у каждого есть свой свободный выбор. Я вполне допускаю, есть люди, которые ищут просто сексуальное наслаждение и не более того, есть люди, которые ищут более прочных отношений, поэтому, не знаю, каждому своё. Ну, я имел в виду прежде всего то, что девушка может сомневаться в том, что вот к ней испытывают любовь, или это просто вот влечение без каких-то глубоких чувств. Вот опять-таки вот эти все сомнения тоже могут её вот быть таким уязвимым местом. Я думаю, что это решает каждая отдельно взятая девушка для себя, так же, как всякие отдельно взятые мужчины. Девушка может задумываться, хотят ли от меня только моего тела и красоты, мужчины хотят от меня только денег и заботы. Когда человек всегда сомневается в том, они хотят ли меня использовать, ну, собственно, резонное сомнение, каждому стоит это понять для себя, потому что людей, хотя и желающих использовать себя достаточно, но если человек постоянно думает, что меня хотят использовать, и нет ли здесь какой-то задней мысли и коварного умысла, что-то с его самооценкой не так. Почему-то он не верит, что его можно искренне любить и тянуться к нему. Но опять мы имеем дело, это всяко говоря, что это не алгебра, это арифметика. В каждом конкретном случае свои цифры, свои условия, и каждый решает сам для себя. Но дружба, вот может ли быть, вот, например, если друг все время говорит, ты же мой друг, ты должен сделать для меня это и это, и ты мой друг, ты должен мне помочь, там, одолжить денег, там, помочь написать за меня диссертацию, словно говоря. Не, ну подожди, если друг тебе все время говорит, что ты мне должен, то есть большой вопрос, друг ли он тебе. Друг может сказать, помоги мне, раз, другой человек, может, ты же, значит, ему предложат помощь. Человек, который кому бы то ни было, говорит постоянно, ты мне должен, это, конечно, уже явная и отъявленная манипуляция. Поэтому здесь сразу возникает вопрос, когда ты должен, вопрос, почему я тебе что-то должен, и почему ты мне постоянно что-то требуешь. То есть, ну, или человек, который на слова ты мне должен, всегда говорят, ну да, наверное, я должен, это, опять же, его ахиллесова пята, и то самое чувство вины, и то самое чувство долга, а может быть, еще что-то, а может быть, это ощущение недооцененности, и может, это та самая заниженная самооценка, что если я не буду делать достаточно, не буду выкладываться, меня не будут любить, мне не будут дорожить, это тоже страх такой. Какой-то был когда-то фильм, много-много лет назад, какая-то американская комедия, где сидит мальчик, какой-то ребенок-мультимиллионер, под которым все пляшут, к нему приходит какой-то его знакомый, дружно, для кого-то нужны деньги. Не из корысти, а нужно кому-то помочь. Он просит этого мальчика о помощи, тот окружен прихлебателями, говорит, нет, ничего, не дам и так далее. И ему говорят, ах так, а тогда я не буду тебя больше любить. И этот мальчик сразу расстается с деньгами, и становится понятно, что вот это при всем богатстве и окружении людьми, которые у него вроде бы нуждаются. Страх потерять любовь для него очень силен. Есть еще один звонок. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как поразъяснить, вот, ну, больше всего это касается женщины, вот конкретный случай, да, когда человек училась, она, ну, вроде серьезной профессии. Нет, потом она решила, что это не для нее. Она начала писать эротические романы, там они больше, как если почитать, почитать там некоторые выдержки, как в журналах, это там уже просто порнография. Сейчас она уже это считает, что это мало ей внимания, она начала усовершенствовать себя. То она губы увеличила, вот это она выставляет, и ясно, ну, не скрывает, что вот это она сделала. Потом она грудь увеличила, опять она это выставляет, и все в таком. То она полуголая там танцует, какой-то клип. И, ну, замужняя женщина, один ребенок, ну, муж обеспечивает, видно, как бы хорошо. Ну, вроде муж это все, как бы, одобряет. А вот как вы считаете, ну, это нормально вообще, мужу не надоест один раз, это что, что вот фактически не жена, а непонятно, потому что ей она, то она говорит, что каждый день она в спортзал, то есть для семьи, для дома, и ей нет времени, только для себя. Спасибо. Ну, я, честно говоря, не очень склонен судить о людях по достаточно неполунабору информации. Судя по тому, что вы говорите, очевидно, мужа это устраивает. То, что женщина делает пластические операции, если у вас конкретные женщины, возможно, это было бы, она не интересовалась, почему. Но женщина ищет себя. Да, она пишет, а может, кому-то эти романы кажутся порнографическими, а может, это может у вас такая пуританская мораль, я не знаю. Даже если порнографические не имеют право на существование. Он налетит, человек это делает, человек в поиске себя, да, наверное. Человек в поиске себя, чем заняться, человек в поисках переделать свои внешности, возможно, человек в себе чем-то очень недоволен. Я подчеркиваю, возможно. Ну, это давно известный факт, что очень часто пластическая хирургия это необходимо, а иногда она такой способ подкрепить свою самооценку. Вот этот бесконечный, как нынче модно говорить, тюнинг себя. Есть люди, которые мы держим, и делают это часто, и постоянные. Кто я такой, чтобы их осуждать? Но, простите, вопрос, нормально или ненормально, наверное, не входит ни в какую психиатрическую классификацию болезней и расстройств. Поэтому ставить диагноз на основе этой информации я не стал бы. Еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. А вот, скажите, пожалуйста, вы упоминали вот такой нюанс. Дети, значит, злоупотребляют иногда якобы недолюбленностью. Вот я наблюдаю одну семью, мои такие близкие люди, и там сильные и те, и другие, и дети, и родители. И вот я интересуюсь у отца. Он мой, ну, товарищ такой близкий. Я говорю, слушай, а почему вот у вас такие с дочкой отношения? А дочка, значит, аргументирует вот как бы свое недружелюбие по отношению к концу вот этой недолюбленностью. Я, значит, знаю их с молодости. Я говорю, слушай, когда ты там успел ее недолюбить? Ведь вроде все у вас было отлично. И вот как, может быть, разделить? Это просто отговорка, значит, одного поколения к другому. Эти неприятные, неровные отношения, она просто как бы, ну, кроет этим доводом недолюбил, и все, пошли дальше. Или в самом деле она это чувствует? Вот по каким-то нюансам, вот так визуально, можно это определить? Или это довольно сложно? Спасибо. Я думаю, что со стороны судить о чужих семьях крайне неблагодарное занятие. Потому что я знаю семьи, где с виду все очень хорошо, а шкафы переполнены скелетами. Я знаю семьи, которые вроде бы мог быть шумными или конфликтными, но при этом в этих семьях людей связывают сильные чувства и привязанность. Мне кажется, не надо решать со стороны. Наверное, если речь в этой семье, где дочка постоянно упрекает отца в том, что он ее недолюбил, никто не придумал лучшего способа понимания друг друга, чем разговор. То есть, наверное, в этой ситуации я бы посоветовал дочке высказать все, за что она обижена, отцу, выслушать ее. Мне трудно поверить, что все обиды надуманы. Возможно, есть действительно повар для обиды, но мне кажется, мало между людьми происходит таких страшных вещей, которых нельзя друг друга выслушать, попросить прощения за что-то, понять друг друга и начать строить отношения заново. Вся такой ситуация, есть один простой вопрос. Ты повторяешь, что я тебя недолюбил, зачем? Ты хочешь, чтобы друг друга лучше понимали, давай поговорим. Ты хочешь, я постоянно был перед тобой виноват, я эту недолюбность компенсировал какими-то вещами? Это очень странный подход. Поэтому, мне кажется, в этой ситуации не стоит судить со стороны, а, наверное, людям стоит понять друг друга или с помощью просто беседы, или сходить поговорить с каким-нибудь профессионалом вдвоем и так далее. Я? Да. У нас еще просто звонок. Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот у меня у дочки, у дочки, значит, разошлась с первым мужем, осталась дочка от брака, а теперь она разошлась со вторым мужем, у нее, значит, двое внуков. Как вот на детях сказывается, на мальчиках, девочек, как с ними разговаривать, что не говорить, что говорить, как. Я чувствую, что дочка такая немножко угромная, там, чувствуется, что на нее задали. Вот. я понимаю, что проблема, вот человек является дедушкой, у него два внука от разных, да, отцов, и вот он не знает, как с ними общаться и как что им говорить. Ну, развод всегда травма. Почему эти разводы происходят, это чужая история, нам она неведома. Как говорить с внуками, внуков надо любить, о внуках надо заботиться, с внуками надо пройти вместе время. Если внуки задают вопросы о том, что происходит, почему уже здесь мама с папой, ну, наверное, с ними тоже об этом стоит разговаривать. Я не думаю, что дедушка должен брать на себя ответственность, объяснять внукам, что и почему произошло в жизни, да и в жизни их мамы. Я думаю, что эти вопросы, скорее всего, дети будут называть собственной маме, когда подрастут, или собственным отцам, с которым невозможно видеться. Но я думаю, еще раз, если вы дедушка своих внуков, просто, если им не хватает в жизни мужского образа в виде отца, будьте для них тем самым мужским образом, но дедушкой, дайте им просто время с ними, разговоры с ними, ответы на их вопросы. С детьми очень важная вещь, которую мы чем старше, к сожалению, тем больше забываем, не поучать их. Поучительных разговоров детям обычно не надо. Даже мы их выслушивали, даже с ними разговаривали, может, чем-то делились со своей жизнью. Когда дети слышат какой-нибудь назидательный тон, у них в ушах немедленно вырастают такие пробки, которые их прочно экранируют от любой подобной информации. вот. Так, о чем бишь я? Вот, наверное, к чему я клоню. Во-первых, к тому, что каждому из нас стоит, прислушиваясь к себе, понимать, где твоя уязвимая точка. Кстати, говоря о рекламе, и это тоже вовсе-то самооценки. Вот уязвимая точка, заниженная самооценка, желание выглядеть лучше, больше, чем-то и значительнее, что есть на самом деле. Это обычно действует реклама, которая предлагает тебе не просто, ну, если вы читаете любые рекламные объявления, из них большая часть, не знаю, продают тебе чайник, машину или стиральную машину, это твой имидж. Ты покупаешь дорогой чайник или дорогую стиральную машину, это делает тебя более для окружающих. Это была, помню, рекламировалась такая маленькая машинка, про которую писали, что ты на этой машине король дороги. И вот, наверное, если ты уязвим для рекламы, наверное, тоже стоит задуматься, почему. Что за яйцы внутренние проблемы, неуверенности, сомнения, ты пытаешься решить с помощью приобретения различных вещей. И это вот мы упираемся, что ситуация сродни известной шоппингомании, когда люди все время что-то покупают для того, чтобы временно поправлять свою самооценку. Поэтому, если где-то ты чувствуешь, что у тебя есть некое качество, свойство, благодаря которому окружающим, не важно, отдельным людям, государству, коммерческим компаниям и так далее, легко тобой управлять, ты чувствуешь уязвимость, прислушайся к себе, задумайся об этом, что во мне настолько поддается каким-то чужим манипуляциям. Это с одной стороны. Другое, с того, о чем я упомянул, когда мы начали говорить, так ли это плохо, что мы уязвимы. Мы возвращаемся к образу клиента истового в боевиках. Да, наверное, человек на киноэкране, супермен, мачо, он неуязвим, он на все ответит или ударом кулака, или выстрелом, его невозможно заставить плакать, его невозможно зачувствовать себя плохо, виноватым, стреложным и так далее. Такой человек действия. Но это люди с экрана, это не живые люди, это фигуры, это образы, это что-то вроде сказочного богатыря. Даже тот же самый Клинт Ист, вот он же опровергнул своего героя фильмом «Гранд Арино», где он показал вроде бы вот постаревшего этого комбоя, который открывает себе человеческие чувства. Человеческие, который начинает проникать чувствами к своим соседям, который в итоге жертвует своей жизнью, чтобы спасти кого-то. Интересно. Это бы хорошо, что вы вспомнили этот фильм, он действительно хороший, неоднозначный. Я думаю, что очень важно, что наши уязвимости делают нас живыми. Даже то, что мы смертны, подчеркивает то, что мы живые. Наверное, если бы у Ахиллеса не было уязвимых точек вообще, он не был бы человеком. Был бы что-то нечеловеческий, никто не мог его сразить, никто не мог задеть его за живое, в прямом или в переносном смысле. Я думаю, он превратился бы в такую машину для убийства робота, но только не человека. И то, что у нас есть способность любить, способность тревожить, способность чувствовать себя виноватыми, способность расстраиваться, способность быть, увы, уязвимыми для манипуляций, это тоже часть того, что мы живы, что мы чувствуем, что мы способны на ошибки. Мы не компьютеры, мы не роботы, хотя, как сказал один писатель в интервью с Дмитрием Выковым, когда тот его уличил в непоследовательном, сказал, что Вы хотите, Дима, робот японский, и тот не без внутреннего конфликта. Эта фраза очень запомнилась. Поэтому, мне кажется, уязвимость не порог, уязвимость неоднозначная история, уязвимость это то, что делает нас и живыми, и страдающими, и если мы хорошо понимаем, где мы уязвимы, наверное, это позволит нам оставаться живыми, чувствующими, любящими, понимающими, а с другой стороны, возможно, когда мы понимаем, это поможет нам все-таки избежать воздействия беззастенчивых манипуляторов. С манипуляторами такая история, мне очень нравится фраза моей мамы, когда мы всегда-то разговаривали о том, что кто-то пытался от нее что-то добиться, и мама сказала, я буду делать то, что мне подсказывает, что требует моя совесть, а что он будет делать, это его дело. И да, иногда мы берем на себя риски быть используемыми, чтобы оставаться в согласии с собой, со своей совестью. А дальше, как у каждого из нас это будет получаться, и насколько мы сумеем быть защищенными, оставаясь живыми и чувствующими, это уже результат отношений каждого с самим собой, работы с самим собой. Что же, это был Ариэль Резник Мартов, врач-психиатр, психотерапевт. Вот пока в январе мы будем встречаться в таком режиме в 11 часов по понедельникам с повтором в 16, привычное уже в 16 часов время. Спасибо большое. Всего доброго. День в день, часа.